Министр просвещения России Министр просвещения России Сергей Кравцов Лично представил Рашиду Тимрезову Обновленный учебник истории России Для 10-11 классов На днях Сергей Сергеевич побывал С рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии Кроме того, в ходе встречи Сергей Кравцов и Рашид Тимрезов Обсудили вопросы развития сферы образования в республике Во-первых, хочу поблагодарить за поддержку системы образования в Карачаево-Черкесской республике Все результаты национального проекта достигаются в срок, по плану Активно идет программа капитальных ремонтов школ, строительство новых школ Со следующего года в Карачаево-Черкесской республике включается в проект по созданию детских центров Два детских центра новых будут созданы Спасибо вам большое И сегодня я хотел бы вам обновленный учебник 10 класса истории Представить, в котором восстановленная историческая правда И раздел депортации Вы звонили, активно включились в работу ваши коллеги-историки И сегодня раздел депортации изложен следующим образом Трагическая страница в истории Великой Отечественной войны Стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий В 1941-1944 годах народов, огульно обвиненных, докового в предательстве Насильственному переселению депортации подверглось 12 народов Которые лишились не только родной земли, но и национальных территориальных автономий Имевшихся у большинства из них В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем Высылались на другой конец страны В Сибири и Среднюю Азию Наряду с отдельными очепенцами и предателями Пострадали и совершенно безвинные и лояльные советской власти люди В том числе героические, сражавшиеся в рядах Красной Армии Переселенцам пришлось пережить много бед и решений Справедливость была постепенно восстановлена по 1957-2014 годам В СССР, а позже и в Российской Федерации Репрессии в отношении целых народов были осуждены И выработаны меры по их полной реабилитации Таким образом, в учебнике истории для 10 класса Восстановлена историческая справедливость Сегодня в зоне специальной военной операции Бойцы, в том числе из Карачаево-Черкесской республики Выполняют задачи И уверен, что благодаря им мы победим Спасибо вам большое, уважаемый Сергей Сергеевич Искренне слова благодарности вам за то, что вы включились в этот процесс И как федеральный министр, министр просвещения Российской Федерации Вы для детей из Карачаева-Черкесии И для всех детей из Российской Федерации Вы восстановили историческую справедливость В Доме правительства торжественно поздравили С праздником экономистов республики И наградили около 100 человек Отметили тех, кто за годы своей профессиональной деятельности Показал хорошие результаты В начале торжественной церемонии Приуроченная ко Всероссийскому Дню Экономиста О значимости труда работника экономической отрасли Рассказал заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Мурат Суинчев Экономисты очень ответственная профессия И именно они определяют прогнозы и понимание того В каком направлении должна развиваться экономика субъекта Благосостояние людей говорили на мероприятии Министерство экономического развития Это голова всех министерств Голова всех программ Хочу вас уверить, что мы все очень ценим вашу работу И надеемся, что вы в дальнейшем будете Столь же профессионально, столь же успешно ее выполнять Много нужно успеть, так много нужно проверить И так нужно многое запланировать Все это лежит на вас, дорогие друзья Поэтому повышайте свой профессиональный уровень Взаимодействуйте со всеми Мы на вас надеемся Успехов вам в вашей работе Экономист, наверное, это одна из самых массовых профессий Экономисты присутствуют, безусловно, во всех отраслях народного хозяйства И ваша профессиональная работа позволила в том числе преодолеть, наверное, трудности, с которыми столкнулась экономика страны за последние годы Я хочу всех поблагодарить за проведенную работу Пожелать здоровья, успехов, процветания и благополучия Мы живем в очень сложное время, в период экономической адаптации к текущим реалиям И тот результат, который мы уже сегодня можем наблюдать Говорит о том, что у нас все получается Я хочу пожелать каждому из вас успехов в вашей работе В работе дальнейшего профессионального роста И чтобы вот эта положительная динамика, которая на сегодняшний день уже присутствует Она неизменно сохранялась Развитие дорожной сети и улучшение транспортной доступности Карачева-Черкесии Обсудили Рашид Семрезов и министр транспорта России Андрей Костюк Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанный с развитием дорожной и транспортной инфраструктуры в Карачева-Черкесской республике Прежде всего, ход реализации поручения президента России Владимира Путина По улучшению транспортной доступности республики для жителей и гостей региона За последние годы в Карачева-Черкесии проведена большая совместная работа с Министерством транспорта Росавтодором по приведению в нормативное состояние дорог региона Отметил Рашид Семрезов У поэта и публициста Манафа Бачаева вышла новая книга «Четыре стороны света» Презентация сборника произведений прошла в Черкесске в Республиканском доме печати Подробности у Али Баташева Росечная капля, нежная и чистая Падаешь ли ты вестником перед слепой грозой На цветке дрожишь ли ртутно-серебристая Омывая листик светлой слезой Стихотворение «Капля» в переводе Шахриза Богатыревой Прочел его друг Анзор Хаджиакбаев Новая книга Манафа Бачаева «Четыре стороны света» Издана в московском издательстве Перо Это сборник поэзии, прозы и публицистики на русском языке Первые три книги автора выходили на Карачаевском Поэтические произведения даны в переводах таких известных авторов, как Владимир Романенко, Фарида Седахметова, Шахриза Богатырева Которая выступила редактором и автором дизайна обложки этого издания Книга «Четыре стороны света» может быть адресована всему человечеству, считает автор Манаф Бачаев Как понять четыре стороны света? А свет, мир вообще имеет четыре направления Вот поэтому, чтобы охватить весь объем планеты Вот мы и называли четыре стороны Очень интересное сочетание и прозы, и поэзии И мне кажется, это хорошо, что она вышла на русском языке Такие авторы, как Манаф Унухович, своим словом, своими стихами Практически читаемы на весь мир Задача Союза писателей – поддерживать талантливых авторов республики В сентябре на средства, собранные этой общественной организацией Была выпущена книга народного поэта Карачаева-Черкесии Владимира Романенко Который выступил одним из переводчиков в книге «Четыре стороны света» Манафу Бачаеву вручили грамоту и статуэтку от Союза писателей Карачаева-Черкесии Все мое творчество, все мои пожелания именно посвящены народам Народам и дружбе народов Без этого, без дружбы народов быть не может в жизни Вообще нельзя так жить А наша страна, как я знаю, бережет дружбу народа В свои 87 Манаф Бачаев бодр и полон сил Сейчас работает над новой книгой, в которой хочет успеть передать следующим поколениям Свои знания об обычаях, традициях, истории и культуре своего народа Книга будет на моем родном, карачаевском языке, говорит автор Али Баташев, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия Мы все родом из детства И самые теплые, яркие впечатления, как правило, связаны с этой порой И касается это не только школы друзей и различных увлечений Даже предметы из детства нам кажутся особенными Более трех тысяч экспонатов из своего детства, юности Собрал коллекционер из Черкесии Рустам Кубанов Его раритетная коллекция напрямую связана с эпохой Советского Союза Но Рустам не планировал показывать широкой публике экспонаты На это его сподвигло обещание близкому человеку Обо всем по порядку Эти вещи из СССР можно рассматривать бесконечно И наверняка каждый, родившийся в Советском Союзе, при этом будет испытывать ностальгию Жизнь сейчас намного проще и интереснее И ассортимент всего гораздо обширнее Полки многочисленных магазинов полны товаров на самый различный вкус Но никто не сможет поспорить с тем, что все, что делалось в СССР А тем более, если там присутствовал знак качества Было сделано, как говорится, на совесть Свою трехтысячную коллекцию Рустам начал собирать еще в детстве В первом классе мы поехали в гости к тете И брат первый раз мне монеты подарил Старые царские монеты Мне понравилось, я вот их забрал И вот что-то с тех пор, я собираю это все Я не помню себя, чтобы я без какого-то старинного, чтобы увлечения не было в дня Рассматривая экспонаты, собранные в личном музее Рустама Кубанова Ты как будто бы на миг возвращаешься в свое детство и юность А посмотреть здесь действительно есть что Рустама, как коллекционера, в первую очередь интересуют вещи 50-х, 90-х годов прошлого века Неизгладимое впечатление производят очень многие экспонаты Это хрустальные янтарные часы, старинные каминные часы, часы с боем, навесные и туристические часы Всего здесь представлено более 150 часов Здесь также можно увидеть чугунную лампу 30-х годов Шахтный телефон, елочные игрушки 50-х годов Раритетные книги начала прошлого века Стекло ручной работы Издательские машинки 60-х годов Колпаки хромированные на классические автомашины СССР Чугунные утюги, ретро-бодовая техника, изделия из латуни и бронзы Одним словом, великое множество предметов быта и обихода Вот эта лампа, она приехала с Якутии Она приехала очень случайно Ребята, которые поехали, линии тянули у нас на работе Когда линии тянули, бабушка вышла из дома Попросила, чтобы лампочку вкрутили Но она не знала, что здесь уже нереально Они повесили новую лампу Свет сделали, эту сняли, буквально просто кинули на платформу КАМАЗа Она приехала Я объезд на работе делал, случайно увидел ее Смотрю, ну, вещь, которая пахнет стариной Чугунное, добротное Стекло, которое обработано вручную Раньше лили стекло, оно было матовое, и они обрабатывали Вот это все обработано руками человека Это ГДР, 50-е годы, парфюм Это для женщины, духи Это для мужчины с компрессором Есть мыльница еще к нему Вот, тоже с крышечкой Красота Да, зеленое стекло Рустам досконально знает историю каждого своего экспоната Собирает он свой музей по частицам более 30 лет Какие-то вещи он покупает в антикварных лавках Что-то приобретает на блошиных рынках Что-то ему дарят Возвращаясь к теме того, почему же он все-таки решил показать свое сокровенное Рустам говорит так Я обещал своему честью, что вот это все люди увидят Был случай, когда мы ехали с дачи, я просто случайно заехал сюда за ключами И он следом зашел и увидел Он вообще не думал, он был шокирован И он мне говорит, я или сам вызываю, или я телевидение должен вызвать Чтобы они посмотрели, показали как бы И он был заятлым коммунистом Несколько, что он увлекался этим Но он реально был рад, что вот такие вещи я коллекционирую И я думаю, что ту мечту его я осуществил сегодня Посмотрев коллекцию экспонатов Рустама Кубанова Многие очевидцы того времени Безусловно вспомнят что-то свое о жизни в СССР О приятных событиях, связанных с теми или иными предметами и вещами Но и просто окунуться в свое детство, юность и молодость Белла Джозаева Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия На курорте Архиза открылась продажа популярного среди гостей скипаса на 3 дня со скидкой 20% Тариф действует в зимнем сезоне за исключением дат новогодних и февральских праздников С 30 декабря по 7 января и с 17 февраля по 25 февраля Напомним, в Архизе 27 километров широких трасс 4 зеленых, 5 синих и столько же красных и 2 черных Старт сезона обычно приходится на начало зимы При установлении стабильной минусовой температуры Запускается система искусственного оснижения, помогающая снизить зависимость от погодных условий И сформировать и закрепить достаточный для комфортного катания снежный покров трасс Далее смотрите интервью доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля наук России Аскерби Кайчуева С ним встретилась Белла Джазаева, а наш выпуск завершен Субтитры создавал DimaTorzok